Ольга Кравченко на фестивале-конкурсе «Мамы Подмосковья» топ-10 представляет Одинцова. На сцене КДЦ «Октябрь» конкурсантка с помощью дочек рассказала, кто живет в ее доме. Это четверо детей, она сама и глава семейства. Так было до недавнего времени. В конце зимы не стала Виктора, супруга Ольги. И даже полгода спустя она не может сдержать слез. Вернуть смысл жизни и пережить трагедию ей помогли дети. Самый щедрый от Бога подарок на свете – это мои счастливые дети. Первый этап регионального конкурса – визитная карточка. Каждая участница должна выйти на сцену и рассказать о своей семье. Честно, открыто и потворчески оригинально. Именно на это будет обращать внимание судейская команда. Цель конкурса одна – поднять престиж семьи. И престиж главного, скажем, предводителя семьи – это мама. Потому что, что уж скрывать, частенько мама, особенно мама многодетной семьи, она воспринимается как некий интерьер семьи. Это не так. Вы попадете, вы увидите, что мамы у нас самые умные, самые красивые, самые активные. Мамы – двигатели прогресса. Я давно хотела развенчать вот это мнение о том, что мама, она только вот в бегудях, в грязном халате. Вот действительно, когда я говорю, у меня четверо детей, ну, по телефону, там, с кем-то, и все сразу, ну-у-у. Я говорю, почему, ну-у-у? Вы посмотрите, откройте мое письмо, которое я вам написала. Сколько у нас прекрасных проектов, какие мамы активные, действительно. Нет, многодетные мамы сейчас другой стереотип. Стереотипы надо ломать, нужно привыкать то, что современный мир, он совсем другой. И мамы становятся тоже под стать современному миру. Все участницы фестиваля конкурса – многодетные. Например, Евгения Дрыга стала мамой в третий раз этим летом. Поэтому и выбрала для себя номинацию «Дебют». К выступлению готовились все семьей. А сама конкурсантка признается – успевать все удается только благодаря поддержке мужа. Мы вообще семья творческая, занимаем активную жизненную позицию. Поэтому для нас мы часто участвуем во всяких разных мероприятиях творческих и спортивных. Я участвую также на фестивалях ручной работы, на благотворительных ярмарках. Поэтому с большим удовольствием приехали сюда. Первый этап, который можно назвать отборочным, завершен. Теперь его победительницам предстоит встретиться с многодетными мамами из других муниципалитетов региона, чтобы выяснить, кто же из них войдет в топ-10. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».